Толчковая тренировка К сожалению, да, 95 килограмм Именно Такой рабочий вес был К сожалению, больше не пошло Это немного удручает Я, если честно, не рассчитывал на это Думал, что все-таки уже В районе 105 килограмм Я всегда должен поднимать А тут прям 95 и все Но то, что в виде атаки Потолкал 100-105 Это Ну, сами подъемы хорошо, но На мой взгляд, это не рабочие Такие подъемы, которые Дают проработку такую И Результативность Тем более в виде трех подходов Это из 10, это ерунда Не очень значительно И что Самое неприятное Вот когда в геруклионе я поднимал Я там даже на толчке Снял наколенник Забинтовал колено Другое Не то, которое было травмированным А другое Стало болеть Вот Под коленом Не под коленной чашечкой А вот уже Когда болеть пошла Когда болеть пошла Вот именно здесь Причем пуль такая Ну, существенная Ощутимая Не зря я даже Подратил время И На соревнованиях Снял наколенник На колене Пинтовался И все бы хорошо Вроде бы как прошло И я нормально Тренировался И вот когда Как раз толкал Стал небольшой дискомфорт И Плюс еще Поприседал Ну, тренировка-то Вроде бы сделал Нормально все А вот В понедельник На следующий день Когда Казалось бы И рывок Стойку я делал И Загрузка Такая Небольшая На ноги Потому что В рывке Веса у нас Значительно меньше А Решив сделать Вместо Приседаний Жим ногами Прямо На первом же подходе Резкая Очень боль Я тут же все Прекратил Собрал вещи Ушел Из зала На следующий день Выходной И вот сейчас Тренировка И поэтому Что ждать от нее Я пока не знаю Выпил обезболивающую Вчера И А, и что самое главное В быту Никак не проявляется Вообще Нога Вот только В виде Нагрузки В виде Тренировки И Что получится Посмотрим Конечно Я запланировал Подъем в сет Казалось бы Почему в сет А не в стойку Вроде бы Немножко Разгрузить Область колен Ног Поднимая Чуть меньше Веса Но Я к сожалению Не знаю Заболел Ножими ногами Я к сожалению Не знаю Природу Вот этого Возникновения Болевого ощущения Отчего это Может быть здесь Допустим Взятие в сет Никак не влияет Поэтому Буду Методом эксперимента Методом тыка Проверять Сначала буду Поднимать в сет Потом Если что Буду Тогда только В стойку Пробовать И Как бы не пришлось Конечно Отказаться От Приседаний От работы На ноги Хотя я не все еще Перепробовал Остаются еще Тренажеры Что в тренажерах Как получится Можно же Делать Сгибание Разгибание Ног Пусть Не так Существенно Не такие уж Будут веса Но Все равно Определенный тренинг Будет присутствовать Если Правильно Тренироваться Ну Вроде бы Все рассказал Обо всем Предупредил Чтобы никто Не удивлялся Кто следит И смотрит Все мои Тренировки А такие Ребята Есть Спасибо Что вы Со мной Оставляете Комментарии Отзывы Я их все Читаю И В комментариях Есть Вопросы На которые Я сейчас Отвечу Включу Только Телефон Есть К сожалению Вопросы Которые Требуют Ну Вот Знаете Вот Вопрос Вроде бы Такой Короткий Да Но Он Объемный Он требует Практически Время Лекции Это Все равно Что Какой-нибудь Посторонний Человек Возьмет И Задаст Вопрос Расскажите Как Тренироваться В тяжелоатлетике Вот Что ему Рассказать Две фразы Делай рывок Толчок Или Надо Вот Люди Это же Олимпийский Вид спорта Люди Учатся В институтах Физкультуры По Несколько Лет Чтобы Получить Определенные Знания А Человек Хочет Задать Вопрос Получить Какой-то Ответ Либо Если Человек Адекватный Он должен Как-то Правильно Формулировать Свои Вопросы Нужно Самому Почитать Какую-то Литературу На основании Возникающих Вопросов Уже Задавать Такие Которые Там Не Рассказываются Которые Допустим Из практики Поэтому Я конечно Постараюсь Как-то Осветить Я Все равно Все эти Вопросы Копирую И так или иначе Затрону И вот Вопрос Он очень длинный Пока здесь Такая небольшая Пробочка Я сейчас Постараюсь Быстренько Прочитать Занимаюсь Тюжелоатлетикой И последний месяц Стал тренироваться Используя Советы Методы Из ваших Совместных С Институтом Спортивной Адаптологии Видео Используя Тенировки ГМВ Для приседаний В основном Девять кругов Вот что Меня удивляет Это Развивающая Тенировка На ГМВ Девять кругов Вообще Я бы видео С удовольствием Посмотрел Как этот человек Девять кругов Выполняет Раз в две недели Факультативно Добавляю плечи И широчайшие Представляете Девять кругов Сколько на них Уходит время Еще и добавляет Человек И у него Получается Есть Не только время Но и силы Для того Чтобы добавить Работу на приседания И на широчайшие В основное время Тренирую только ВПДМ И только приседания Рывок и толчок Тренируюсь Обычно Пять раз в неделю Вот тоже Конечно Серьезный товарищ Поднимаю На уровне Первого разряда Поднимаю На каждой тренировке Около предельные веса Вот Ну и дальше Появился ряд вопросов Дальше Вот я зачитаю Конкретно уже вопросы Но Вот то что человек Написал Первый разряд И Вот ту информацию Которую он рассказал Про свои тренировки Я конечно удивлен На уровне Первого разряда Вот у меня Ребята Тренируются Перворазрядники И второразрядники Дальше Трех кругов Они Не переходили Я Я не Не ставлю Себя в пример Там не рассказываю Что там Вот у меня там Жизнь тяжелая Я делаю только Два круга Там каждый день А вы Попробуйте там Хотя бы три Нет Я им пишу Как положено Вот Столько-то Вот такие-то Упражнения Вот так-то Выполняться Выполняй Начиная от Не менее Трех-четырех И в итоге Вот Пока еще Выше трех кругов Никто еще Не поднялся И плюс Человек Тунируется Пять раз в неделю Это Такая Тем более Если Как он пишет Что поднимал Поднимает Околопредельные веса Это прям Конкретно Серьезно Если бы он еще Написал Что На каждый Вид упражнения Он выполняет 10-15 подходов Я бы Вообще Поставил Выше себя Потому что Я не могу Это выполнить Ну ладно В общем Это как бы Мое мнение Отступление Дальше Вот вопрос Он задает Есть ли Какая-то Периодизация В тренировках ВПДЕ Вы в своих Видео Как раз Говорили Про Тренизирующие И развивающие Недели Сколько Подъемов Допустимо В тренировку Делать Сколько В сумме За неделю Должно выходить Ну да Вот действительно Единственная Периодизация При тренировках На ВПДЕ Это Развивающие И тонизирующие Недели Развивающие Недели Ну Начнем Вот с недель Да Развивающие Недели Развивающие Тонизирующие Недели Можно чередовать Один За другим Можно Делать Две Развивающих Одну Тонизирующую А три Развивающих Это уже Нежелательно Потому что Перегружается Эндокринная Система И Как результат Упадет Результативность И Если даже Вы хорошо Себя чувствуете Казалось бы После двух Недель Развивающих Почему бы Взять и не Продолжить Да Не сделать Третью Это же Существенно Развивающие Это значит Работа на результат Но Потом Может очень Резко Наступить Спад И упадок Поэтому Нежелательно Ну вот И Сколько подходов Делать в Развивающей И в Тонизирующей Здесь уже Ну Сложно говорить Потому что Все зависит От Ведь у нас же Не только Есть Количество Подходов Да Как критерий У нас еще Есть время Выделенное Для Выполнения Упражнений Где-то 35-40 минут То есть Мы не должны Вываливаться За эту Временную Границу И Еще все Зависит От Объема Тонировки Для кого-то Существенный Объем Тонировки Это 6 подходов Для кого-то 8 Для кого-то 10 Человек Который Живет Ну Вернее Тонируется Как вот Тонируются Спортсмены В сборной Живет Допустим Не работает Не учится Ест Пьет Спит И Тонируется Это Другой Уже Уровень И Ему Будет Необходимо Еще Больше Подходов Единственные Критерии Которые Ребята Говорили С Лабораторией Это Нижнюю Я как бы Границу Просто скажу Это Не менее Восьми Развивающая Хотя Назывались Цифры 6-8 И Не менее Четырех Тонизирующая То есть Это Как бы Нижние Границы А все Остальное Это уже Рассчитывайте Согласно Своих Функциональных Возможностей Ну и Соответственно Если вы Тренируетесь Каждый день Пять раз в неделю Допустим Пусть даже Два выходных Ну не подряд А Допустим Две тренировки Выходной Три тренировки Выходной То Ну и считайте Если вы Выполняете Ну грубо говоря Да Там Вот если Взять Например Мой вариант Десять подходов Если Вы Тренируетесь Пять Тренировок В неделю Умножайте На пять И все И вот Ваша сумма За неделю И то же самое Фтонизирующий И Пожалуйста Вот вам Периодизация И Ваш критерий По количеству Подъемов Штанги Следующий вопрос Можно ли Можно ли Расписать Костяк План С Периодизацией Который Уже Можно было бы Подстраивать Под себя Идеально Было бы Записать В формате Вебинара С Алимом И Григором Можно было бы Также Пригласить Хрулева Никиту Как раз Разобрать Его тренировочные Планы Выслушать Его реакцию На такие Тренировки Вы Вместе С ними Раскритиковали В двухвиде Советскую Систему Но В качестве Альтернативы Не предложили Не предложили Порядочные Системы Предложенная Методичка Туркелерия Имеет Несколько Тренировочных Планов В зависимости От периода Подготовки А также Там Не используются Тренировки ГМВ Ну Не знаю Там Хорошо Я прочитал Или нет Так Немножко Отрывисто Ну Не могу Просто Отвлекаться Хоть и Пробка Но Все равно Надо следить За Движением Ну В общем Отвечу Как бы Конкретно Не смогу Ответить Потому что Даже В вопросе Товарищ Не написал К сожалению Ну Если бы Был Например Сергей Иванов Да Я бы Запомнил А к сожалению У Большинства Аккаунтов В Ютюбе Непонятные Названия Либо На английском Языке Короче Которые Немножко Ну Не Не Подроссийский Лексикон Трудно Трудное Произношение Вот И Вот Сам Товарищ Пишет Что В виде Лекции То есть Действительно Чтобы Взять Раскрыть Всю эту Тему Это даже Не вопрос А тема Требуется Я бы даже Сказал Не одна Лекция А Множество Лекций Это Целая Скорее всего Такая Научная Работа Ну По итогу Не Не сама Научная Работа А вот Как бы Вывод Такой Грандиозный И Тем более Предложить Тренировочный План Ну Во первых Это Как бы Любой Тренировочный План Вот Те планы Которые Я разместил Например На сайте Мир Тяжелоатлетики Или Которые Достаются Мне Каким Тот Путем Это Все Тренировочные Планы Такие Скажем Так Ходовые Общего Пользования Причем Планы Хорошие Медведевские Эти Тренировочные Планы Включены В методичку Или как Она там Называется Учебник По тяжелоатлетике Для Спортивных Школ То есть Если бы Это была Какая Ерунда То Министерство Образования Не Стало Бы Выпускать Эти Тренировочные Планы Для Спортивных Школ А То что Предлагается В этом Вопросе Это Как бы Уже Коммерческая Составляющая И Ни один Человек Ни один Тренер Не станет Тратить Время И тем более Распространять Его на просторы Интернета Просто так Он либо тренирует Своих Спортсменов По какой-то Своей системе Либо Там Проводит Какие-то Лекции Семинары На эту Тему Да и Вообще Ну Тот Кто Как бы Давно Тренируется И И Имеет Высокую Квалификацию Спортивную Тут в общем-то И имея Опыт Тренировочных Планов Я вообще Всю жизнь Тренировался Под тренировочным Планом Который Сам себе Писал На основании На основе Вот этих Тренировочных Планов Медведева Поэтому В голове Вот эти все Комбинации Вариации Они у меня Есть И я С удовольствием Откликнулся На После встречи С Салимом Харьковским На вот эту методику Попробовать Систему Болгарскую Систему Подготовки Плюс Вот эти вот Научные Новые Открытия Или как это называется Силуянова Его предложения По поводу Тренировок Реакции Организма На нагрузку И Просто Если У вас есть Такие же знания Вы просто Собираете их Выделяете Самые важные Нужные Ценные И выстраиваете Уже Свой какой-то Тренировочный План Я Например Вот Сам Тренируюсь Скажем Так Вот Как бы По Болгарскому Направлению А Ребят Которые Новички Которые Уровнем Там Второго Третьего Первого Взрослого Разряда Я Например Не тренирую Их Немного Так Косвенно Затрагиваю Вот этот Вот Принцип Подготовки Например Там Делаем Развивающие Тренировки На ГМВ В приседаниях Работаем По принципу ВПД Но Мы Не тренируемся По Болгарской Системе Потому что Любому Новичку Любому Разряднику Нужна Техническая Подготовка Нужны У Любого Человека Есть У Любого Спортсмена Точнее Есть Отклонения Или Слабые Стороны И Они Индивидуальные У Каждого Человека Они Свои И По-любому Приходится Описать Тренировочные Планы Отдельно Для Одного Человека И Отдельно Для Другого И В зависимости От того Что Используется Для Изменения Его Техники Соответственно И Основные Упражнения Также Меняются Ну А что Касается Вот То что В интернете Есть Тренировочные Планы Болгар Болгарской Сборной Ну Я тоже Их Просматривал Просто Для Любопытства Чтобы Как Пример Тренировочные У меня В голове Были Определенные Варианты Тренировочных Планов Я попробовал Вот Когда еще Вот Весной Ну Скажу 19-го Года Вдруг Это видео Кто-нибудь Просмотреть В 20-м Году Чтоб Он Понимал Вот Весной Даже Не весной А зимой Когда мы Стретились С Алим 19-го Года Я когда Вот Попробовал Я потом Обратился Только Вот Потом Обратился К тренировочным Планам Болгарской Сборной Ильи Ильина Чтобы Немножко Сопоставить И Немножко Чему-то Научиться Прикинуть Что делали Они И что Например Не сделал Я Что Я упустил Но Опять же В любом Случае Надо Понимать Что Тренировочные Планы Выставленные В интернет Это тренировочные Планы Членов Сборной Это тренировочные Планы Сборных И Спортсменов Элитных Которые Ну Звезды Спорта Которые Обладают Всеми Вот этими Навыками И Тренировочными И техническими И Мы Простые Мастера Спорта Естественно Не должны Слепо Копировать Мы должны Вносить Какие-то Изменения Согласно Тому Что Мы не можем Например Тренироваться Как например Болгары С утра до вечера Выполняя Четыре или пять Тренировок Мы не можем Выполнять Например Тренировки Два раза в день Как например Обычные Сборные Например Сборной России Поэтому Нужны Варианты Естественно Поиск Поиск Оптимального Такого Там Ну не то что Тренировочного Плана А вот такого Тренировочного Пути И В любом случае Всегда Ориентиры Это прогресс Если Тем более Это Молодой Организм 15-25 лет 30 лет Даже То В любом случае У вас должен быть Прогресс И в рывке И в толчке И в приседаниях И в развивающих Тренировках На ГМВ Если вы Возрастной Спортсмен То Ну тоже Как минимум Если вы Например Новичок Разрядник Но возрастной В любом случае У вас Тоже будут Прибавки Так что Вот Критерий Ориентир На который Нужно Ориентироваться Для того Чтобы Понимать Правильно Вы Дальше Двигаетесь Или И вот Судя по тому Как мне Был задан вопрос Ну не задан вопрос А как он Был Перед вопросами Написанной Информацией Я тренируюсь Пять раз В неделю И делаю Девять кругов На ГМВ Работаю На Максимальных Весах На ВПДЕ Но это Прям Вот Просто Взять И В виде Как информации Сделать вывод То этот человек Должен Не знаю Через год Через полгода Выполнить КМС А потом уже И сразу Не за горами ИМС То есть От такого Объема тренировки У него должны быть Очень существенные Прибавки А если их нет То надо Ведь Поймите Не только Очень многие Спортсмены Стараются И Думают Что Чем больше Они Натренируются Тем лучше Будет эффект К сожалению Нет Результат Куется Не только От посещения В спортивном зале Но и От Восстановления Если вы Например Очень сильно Потренировались Загрузились Но Плохо Восстановились И опять Пришли на Тренировку То Это не даст вам Прогресс Это Наоборот Сделает Вам Хуже В вашей Подготовке У вас Не будет У вас Будет Не расти Результат А только Понижаться Со временем Вы можете Перейти В стадию Перетонированности А Перетонированность Это Это уже Ну скажем так Клиника Это уже диагноз Перетонированность Это не какое-то состояние Временное Организм Это уже Такое Небольшое Заболевание Которое Требуется Требует Лечения А если Вы понимаете То лечение Это не просто Прекратил Тренировки И все Лечение Это Ряд Мероприятий Которые Потребуют Восстановления Не только Вашей Функциональности Но и Всех Других Функций Организма Организм 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 Ну вот Такой вот Результат Не доделал Я даже До 10 Подходов Потому что Вот эта новая Коленка Что-то дала О себе знать Еще даже На стадии Разминки Еще гриф Не поднимал Просто приседал В быту Приседал Все Не пробовал Днем Нормально Все А тут Когда разминался Приседал По нескольку Подходов По 10 По 15 Раз Чтобы кровь Нагнать И блин Заболела Перетянул Бинтом И вот Кое-как Сделал Все эти Подходы Но Радует Уже Та Тенденция Что Если Я В прошлую Толточковую Тренировку Работал С весом Средний рабочий вес У меня был 95 Килограмм То здесь 100 Пусть я Не пошел На атаку Опять же За колено Хотя Силы-то были Во всяком случае На грудь Я 100% Мог бы добавить А с груди Кажется Тяжеловато И я рад И я рад Что Все Таки Есть Возможность Брать На грудь И так Часто Ну Была Во всяком Случай Сейчас Когда Каждый День Будут Тренироваться Все Таки Надо Обращать Внимание Что Будет Грузиться Колени И Кстати Вот Эта Новая Травма Что С ней Делать Не знаю Обезболивающее Даже Не помогло Это Говорит О том Что Какая Бяка Блин Фиговая Надо Посмотреть Какие Последствия Будут Дальше Вот И Приседания Получится Или нет Я сегодня Просто Чисто По времени Не успел Я даже Не экспериментировал Приседания Будут Простые Элементарные Приседания Будут Позволять Выполнять Это упражнение Или нет Так Что Прогресс Небольшой Есть И Соответственно И Негатив Есть В виде Вот Этой Новой Проблемы С новой Коленкой Буду Называть Ее Так Новая Коленка